друзья всем привет вы на канале сельчанка в америке посмотрите какая у нас красота смотрите друзья это терраса сколько снега видите просто я думаю может быть он растает еще а может быть и нет мне уже муж уже машинка и и заводила из того из окна тоже нагрелась и муж уже мне почистил машину спасибо ему большое и я еду друзья сегодня тоже еду муж сейчас тоже будет ехать дети сегодня отдыхают нашей сейчас поставлю телефончик а я еду возьму оксану возьму которую и поедем сегодня сначала заедем сегодня привезли нам приехал русский магазин как всегда один раз в месяц и хотя очень-очень опасная плохая погода но он же что же бедолага приехал ему же тоже нужно чтобы продукты раскупили знаете это же даром человек ехал ну и на бесплатку поедем далеко на бесплатку повезу оксану дорога то почищена вот просто нужно аккуратненько ехать и нужно выйти постучать щетки насчет того друзья что гараж для машины это очень хорошо если бы она стояла в гараже надо было сухая тепленькая всегда знаете но гараж маленький а чтобы построить гараж то все упирается в деньги тысяч ну 10 нужно чтобы нормально построить гараж побольше такой чтобы все машины помещались то то вот так так что еду я сначала наверно пока трусю отвезу хлопца в ее до оксаны маленького берем с собой мушка труси поехал взять одной хозяйки где я работаю она отдает свои диваны не новые но нормальные темно-зеленые хорошие птички убегайте убегайте то они поехали взять так и у них не почищена дорога и я прям боюсь заезжать чтобы не ухты ухты вы столько смотрите так привет катя повела своих ребят сейчас ждем оксану такая друзья у нас метель просто вам не передать кажется ну никуда не нужно выбираться но меня суббота я субботу выходная и нужно это надо это надо и катиному малому нужно курточку потеплее якову в школу ефремчик с нами сидит пока да красавчик наш красавчик кто такой красивый кто такой у нас красивый паренек паренек наш когда за только это это я пока я подержу потому что в корсите будет плакать ой звонят все друзья и мы едем посмотрите на прекрасную дорогу ничего не видно ничего друзья забежу быстренько home goods посмотрю ни одна подписчица на instagram написала что есть в home goods уже те тарелки которые я купила себе но мне их мало не высота не достает знаете ну я просто не знаю она говорит я не знаю приехал привезли ли в ваш магазин и вот видите нету нашем нету магазине жаль конечно только вот такие есть а это даже для торта а здесь такие эти тоже красивые видите классные но тоже вот только большие как-то нету набором снизу тоже нету видите только пластмассовые такие с этой стороны тоже нету и с этой стороны нету не знаю что делать тоже красивенькие 15 долларов девчата остались в машине я только забежу и едем дальше друзья мы уже в костка и ищем для хлопцев вот такие костюмы смотрите с но пензы и курточка сразу очень хорошая кстати 35 долларов и с нами ефремчик наш малютка на за привет не нравится тебе этот комбинезон столько друзья одежды это мои сестры как ищут курточку недавно тот вот а эта женщина стояла это тоже очень много одежды. Возьмешь одну, снизу выпадают, потому что полным-полном. Насчет комбинезончика вот этого, ой, уже комбинезончика, этого костюма я спросила. Она посмотрела, сказала, что нету. Уже разобрали, но привозят одежду, давай, Катерина, меряй. Привозят одежду сюда день через день. То Катиному возьмем, а еще нужна Дима для Оксаны. И Катрусе нравится вот такая ветровочка. Она была, мне кажется, 69 или 75. Сейчас они 25. И уже их даже не видно. Видите, вот красные. Она идет как плащевочка идет. Это М-ку она меряет. И больше не надо, потому что она сейчас кормит. У нее толстое грубое платье. И немножко теплая она или нет, Катя? Нормально. Какие-нибудь открытые, я бы сказал. Ну, сейчас можно носить... Да, у нас сейчас можно носить, потому что... А ну, расстегни. Вот так. В машине оно тепло. И еще сейчас скажем, чтобы... Пускай Оксана померет себе красненькую. Говорит, не надо, не надо. Катя берет желтенькую, а сейчас посмотрим, как будет на ней. Они такие хорошенькие были, дорогие. И... Они не зимние, как ветровочки идут. Это М-ку она меряет. Кур так много не бывает. Ну... Иди сюда, Катруся, посмотри. Мы фруктов набрали. Хлопца любят очень. Ну, опусти руки. Меньше не надо, не? Она любит, чтобы пошире. Да, нормально. Это М-ка. Да. Да. Я видела, Катруся, вчера эти бутсы... Да, это очень классный. 69. Я буду смотреть, чтобы они на скидке были. Да, будешь сказать. Да. Мустина уже нам Ефрема забавляет. Да, просто Элка. Эта Элка будет большая. Нужно медиум тебе. Ну, М-ка, С-ка есть. А я что-то не знаю, не меряю. Блузочки по 7 долларов мы уже купили. Оксане тогда я взяла три штучки всяких цветов вот таких. А ну, что лучше, красная, да? Да. Она Элку, Элку взяла, да. Наш Ефремчик вот здесь забросали уже куртками, сумками всем. Красотулька наша. И, друзья, настало время сельчанки мерять. Я тоже себе померила. Желтенькая Элка. Но я ее не хочу. Я не знаю. Я ее не буду носить. Она им нравится, знаете. Я когда-то покупала такую кому-то какую-то кому-то отослала такую курточку. Ну, эта цена хорошенькая. 25 долларов можно брать. Так, друзья, меряем. Три няньки и ребенок начинает плакать. Маленький наш. Пальчишко. Давай, Катя. Я буду на два снимать. На два телефона озвучка одна и та же. Так, супер, Катрусь. Сейчас это пальчишко 29 долларов. Было 36, но сейчас оно 8 скидка. Да, да, И я его все ждала, ждала, чтобы был другой цвет, потому что был только один. Есть сейчас зеленый, кофейный и вот такой серенький. Ты какое померила? Л-ка? А я не знала. М-ка надо. М-ка. Да, да. Вау, похудела, похудела. М-ка такая. Угу. Так, третья нянчит малыша. То мы решаем, какую взять, Оксане. Или курточку, или это пальчишко. Не знаю. Это наши куртки, друзья, здесь. Вот еще иду померить. Одну такую нашла. Тоже новые курточки. Без капюшона. Вот так они идут. но вы знаете, они тепленькие. Есть бордовые и светло-серые вроде бы. Идет как вельвет, наверное, 40 долларов. Но как-то или это может быть в магазине. Ну, кажется, как неудобно, я не знаю. жеревки Ефремчика мы поносили на ручках по очереди. Смотрите, какая красота. Ну, конечно, у нас сильный ветер, то оно быстро просто снесет этого снеговика такого 260 долларов. Елочка 400 вот это, и она была 500, сейчас 400. Уже 100 долларов в скидке, но красивая, да? Прекрасная. И такие тоже на порог ставить красивые. Настоящие это живые, а не елочки эти. Курточки. Все, пришли на кассу. Как? То Яков так скажет, да? Друзья, мы взяли, вернулись еще. Это я так смеюсь. Не могу просто. Ефремчику взяли, извиняюсь, извините, пожалуйста. Только что одевать невозможно тот комбинезон. Можно руку ребенку вывихнуть, сломать. такой, ну, по размеру он нормальный, но все равно противно его одевать. Оно плачет. И мы вернулись. Идем сюда в очередь. Да, ему не нравится. И а ну покажи костюмчик на два годика. Меньшего нету. Но они идут, вот смотрите, какой рукавчик маленький. Я говорю, даже сноупензы там подвернуть, ну, короче, пускай будет. Сейчас он 35 долларов, но мне так кажется, что на кассе минус 7 еще было. Ну, сейчас посмотрим. Даже если 35, то все равно возьмем. Все, мы сели отдохнуть. И Катруся пошла менять дайбур для малого. Потому что полный. И уже мы рассчитались, будем уже ехать. И сейчас хотим померить вот этот костюмчик для него. Смотрите, это на два года, но он маленький. Может быть, на видео как-то длинный. Но хотим померять. Даже если будет большой, можно подвернуть, но ребеночку будет свободно. А то вот какой у нас комбинезончик. Смотрите, он идет, друзья, на сколько? На 9-12 месяцев. Вот. Он тепленький, хорошенький. Ефрему сейчас 5 месяцев или 6? 5? 5. Друзья, невозможно засунуть его сюда. Он такой большой мальчик. Вот здесь ему тесно. Ручки невозможно. Хотя и тепленький, хороший, но неудобный. Курточка лучше. Ну хотя бы уже погодка поменялась. Ну это просто тучка прошла и уже вот метели как бы такой нету. Но как ехали вперед невозможно было. Осторожненько помаленько заехали еще на заправку. Бензин в Костка 3.79 за галлон. Нужно заправиться. Там у меня немножко было еще, но далеко ехать, то пускай будет. полный бак. Так быстро к нам пришла зима. Просто я думаю, может быть этот снег еще растает. Это просто так какой-то снежный ураган или что, какой-то циклон такой. холодно. холодно, холодно, потому что зима. 43-45. взять. Взяли курточки, потому что и то снопензы не взяли для хлопцев, потому что нету. В Костка их разбирают, они там хорошие, оно дешевле выходит. Сразу набор 35 долларов. Ну, Катя для маленького самого нашла, я ковуси, а для Димы и Оксаны Иванова нету. 62 доллара я заправила машину на 62, друзья. Так, ресит нам не надо. Все. Так, приехали мы домой. Дима, подойди сюда, красавчик. А ну, курточку покажи. Так, на 5-6. Нам же нужно в школу идти уже. Учиться хорошо. Немножечко отойди. Так, повернись, Дима. Красавец, вот теплая курточка. А тапки какие классные у тебя. Вот, топули. Ну, еще мы купим, когда привезут такие наборчики. Вот, Рома у нас сидит, красавчик. Наборчик куртка и сноупенцы. такие маленькие, то мы вот этому маленькому купим, чтобы в школу. И этим тоже старшим нужно. Мы уже друзья дома. У нас метель. Смотрите, что за окном. Вот. Рома, сколько бананам сразу влупил? Молодец, мужик. Два банана сразу. Кушайте, детки, кушайте. Купили в русском магазине палочки, сыр. Сейчас разделим и вот такую колбаску тоже. И там еще есть тюлька, селедка. Нужно искать, потому что только-только зашли в дом. Катя отдыхает. Мы тоже цветочки у нас. А ну покажи маме цветы сегодня ваши подарили. На бесплатке друзья были цветы. Вот, покажи. Покажи розки. Подними букетик. Ой, какие красивые розы мамуши будут. Наша мамуша уже что-то убирает. Хозяйка молодец, только с города приехала сразу за уборку. Носили вещи, да, снежок. А да, Яков? Так, друзья, мы сейчас здесь будем трапезничать. Как с дому уехала в 9 утра, сейчас уже 3. Кто там 4 уже, да? Глена тоже где-то там. Вот Ксаны на бесплатку. Но это купили. Вот фрукту детям. фрукты, а мясо и все такое, такое, как и у нас, знаете, и там. Кушай, Ромик, помой себе, иди сюда, ставь сюда, Рома. Сейчас покажу. Я им дала натуральные яйца, они свалили. Оксанин муж говорит, а те зеленые яйца, их можно кушать. Они не видели такие еще яйца красивые. Так что можно кушать. Ромик, можно так, а можно целую. индюк будем пектида. Так, друзья, везу другую домой. Почаевали в Оксаны, сейчас дука труси. Я уже поеду домой. Дети хотят ехать. вот какая погодка красивенькая. Прекрасная. Уже пришли сегодня Оксаны, пришли карточки медики и страховка. Друзья, вы только посмотрите, вы только посмотрите, куда ехать, я не знаю. Вот это здесь должна быть дорога. Это я еду от Катруси домой. Здесь немножечко рядышком так. Ну, бывает так, проходит туча, вот сейчас как сыпанет и пройдет, а потом опять. И, конечно, пока оно проходит, то ты ходишь где-то в магазине, только за руль садишься и вот такая красота получается. Ух, ну, доехать бы еще аккуратненько благополучно домой и будет все хорошо. Ух, тот, забыла рассказать, тот костюмчик, друзья, который мы взяли для Ефремчика на два годика, мы сразу его вернули, посмотрели, он большой, то если бы хотя бы на годик был на 12 месяцев вот так, то оставили. Нужно старшим купить. Ну, красиво. Разве не красиво? Да, конечно же, красота, как в сказке, как в мультике каком-то. Я уже печку на все включила, чтобы а то пока в Оксане побыли, ну, минут 30 мы там посидели, у меня здесь лобовое стекло все замерзло просто, лед стал. вот вот такая метелица, ух ты, ух ты, все, приехали уже наш милый дом. Оп, и машина, видите, там едет. Ну, хорошо успела. ух ты, ух ты, ну, у меня машина, это как, как танк, она хорошо едет. Все. всем, спасибо за просмотры, у нас гирлянды светятся, наверное, целый день, никто не выключал, всем спасибо, всем пока-пока.